Продолжение следует... Итак, про Жалатова неподалеку от Сестриера, ну и не так уж далеко от столицы зимних игр Турина. Но вполне возможно погода сегодня вмешается в стартовый порядок спортсменов, потому что туман и ветерок присутствуют. Но пока не настолько опасные для спортсменов условия, поэтому разрешают судьи старт. Открывать сегодня досталось по результатам квалификационных соревнований прыжки Алексею Королеву из Казахстана. Кстати, двое спортсменов из Казахстана пробрались сквозь квалификационное сито в финальную часть, в первую попытку. Ну, наверное, также не очень хорошо видно и гору приземления, не только нам, но и самим спортсменам. Представляете, им каково, а уж и зрителям прожила-то. Ну, коих не очень много. Все-таки на отдалении довольно солидном находится от крупного центра города Турина. Ну, ехать порядка полутора-двух часов на машине нужно. Ну, и к тому же, может быть, зная прогноз, не все зрители, все поклонники этого, безусловно, самого популярного в Центральной Европе зимнего вида спорта. Да-да, рискнули сюда поехать. Под вторым номером Иржи Тепеш из Словении. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вернее, каждый метр от судейского поинта, ну, 1,8 очка. Вот такова стоимость сегодня одного метра. Что тоже очень важно. Ох, легенда! Не только японская сейчас, но, в общем, по-настоящему легендарный гонщик. 36 лет! Ну, гонщиком я его назвал на манер английского рейсер. 36 лет, в то время как в этом возрасте уже все уходят на тренерскую работу. Наряки Касай по-прежнему в строю. Участник пяти олимпийских игр, представляете? В 92-м году в Эльбервилле он еще прыгал. Я уже не говорю про Лилихаммер, Нагана, Солт-Тек-Сити и, разумеется, Турин. Чемпион мира, кстати, далекого 92-го года по прыжкам на лыжах с трамплина, по полетам на лыжах и по прозвищу Нори, которая закрепилась за ним навсегда. Ну, кстати, были у него и достижения. Серебряный призер Олимпийских игр в Лилихаммера в командных соревнованиях. Но вот побед на этапах Кубка мира за его эту долгую, не то что долгую, а просто какую-то бесконечную карьеру так и не было. И, тем не менее, пока он будет значиться на первом месте, потому что обогнал по очкам, по судейским баллам и по дальности, обогнал своих троих предыдущих соперников. Чем ответит Юрий Синкович из Словении, который готовит годиться наряке Касаев сыновья 22 года этому славянскому спортсмену. 126 метров пока самый далекий прыжок у японского лыжника. И, конечно же, мы всех основных увидим в конце стартового листа. Сегодня в общей сложности на трамплине в первой попытке будет 50 человек. И среди них трое россиян. Илья Росляков будет стартовать 24-м. Дмитрий Васильев 39-м. Ну, а самым первым выйдет на стартовую позицию Денис Корнилов под 17-м. А сейчас еще один казахстанский прыгун Николай Карпенко. Представляет он Алмату, как и Сергей Королев, центральный спортивный клуб армии Республики Казахстан. Алмата готовится очень активно сейчас к проведению зимних азиатских игр. В 2011 году переустраиваются все спортивные сооружения знаменитого Медео-комплекса. Ну, часть соревнований пройдет в Алмате на Медео, да и самой Алмате. А часть в новой столице Казахстана, Астане. В общем, Казахстан стремительно готовится и не только инфраструктурой, но и, конечно же, подтягивает спортсменов своих в зимних видах спорта к самым большим соревнованиям на азиатском континенте. Карпенко молодец, показывает второй результат, вторую длину и общая сумма тоже подстать текущему лидеру наряке Касае. Себастьян Колоредо, ну, хозяин этого трамплина, безусловно. Здесь итальянцы тренируются больше других на этом сооружении и должны использовать эти выигрышные для себя качества. Участник олимпийских игр в составе итальянской команды. И, кстати, лучшие свои результаты показывает он на больших трамплинах на полетах. Ну, вот есть такие прыгуны, и сегодня мы о них, наверное, еще вспомним, поговорим в свое время, когда они выйдут на старт. Все-таки некоторая специализация просматривается у трамплинщиков. Хотя, казалось бы, какая разница. Средний трамплин, обычный, нормальный, большой или полетный. Ну, вот в данном случае Себастьян Колоредо не оправдал моих авансов. И у него прыжок явно не получился. Андрей Вакулик из Чешской Республики, из клуба Дукла, что в Либерице, там, где пройдет в нынешнем сезоне чемпионат мира. И, конечно же, он будет интересен еще и потому, что в истории лыжного спорта будет перевернута новая страничка. Впервые комплекты наград на чемпионате мира разыграют девушки, женщины. Это будет очень интересно. А пока они соревнуются в рамках Кубка Европы, пока для них не устраивают турнир за Кубок мира. Но я думаю, что это пока. Наверное, со следующего года должны руководители Международной Лыжной Федерации сподобиться и предоставить такую возможность девушкам. Кстати, на этой неделе, буквально же вот в эти дни, но уже завершился континентальный Кубок с участием всех лучших на этот момент лыжниц-прыгуний в Америке, в Парк-Сити. Ну, российские спортсменки не принимают в нем пока участие. Кстати, вопрос о включении в олимпийскую программу Ванкувера на следующий год женских прыжков канадцы ставили, но получили пока отказ. Говорят, что были недовольны и даже подавали в суд. Ну, во всяком случае, хотели подавать в суд за дискриминацию женщин. Но по объективным показателям, по требованиям Международного Олимпийского комитета, пока развитие нынешний статус женских прыжков на лыжах с трамплина слабоват, чтобы пробиться в олимпийскую программу. Недостаточно стран его культивируют. Ну, в общем, конкуренция еще пока очень-очень слабая. Но раз уж на чемпионате мира появляется этот вид новый, значит, безусловно, должны появиться и новые желающие его развивать, новые звезды. В общем, процесс должен пойти. Тем временем, пока остается лучший результат Ряки Касаи. Никто из тех, кто прыгал за ним, не может его превзойти. Ни Феликс Шофт из Германии, прыгавший под восьмым номером. Не удалось это и Томашу Зморою из Словакии. Молодому 19-летнему спортсмену из Баньска-Быстрицы. Продолжение следует... Андреас Ванка из Германии. Должен быть хорошим прыжок. Ну, не самый далекий. 121,5 метров и по-прежнему Касаи лидер. И так не повезло Павлу Карелину, нижегородскому парню. Не добрал он, ну, буквально полутора очков для попадания в финальную пульку. Ну, зато трое россиян в ней присутствовать будут. Юхан Эриксон совершает свой прыжок из Швеции. Ну, пока в этой группе именитых, знакомых, знаменитых даже. А их сегодня будет немало прыгунов. Мало. И пока мы наблюдаем, ну, да не обидится на меня, ребята, но они действительно пока статисты. Так вот, что касается квалификационного раунда, состоявшегося накануне. Его выиграл Харри Оли из Финляндии, прыгнув на 138,5 метров. Мартин Шмидт из Германии прыгнул на метр ближе, как и Эммануэль Чедаль. Илья Росляхов показал 14-й результат с полетом на 129,5 метров. А Дмитрий Васильев был 17-м. Денис Корнилов показал 28-й итог. Ну, про правила Карелина я уже говорил. Среди не попавших в основную сетку есть и такие известные, даже знаменитые спортсмены. Ох, как чуть не клюнуло, упал, но удержал равновесие сейчас очередной участник. Это Андриа Морасси из Италии. Ну, да, могло бы все кончиться для него гораздо хуже. И посмотрите, какие низкие оценки за технику. Они, конечно, стали причиной его весьма скромного результата. Впрочем, и длина тоже, конечно же, очень большая. Погода прожила-то сейчас вы видите. Во-первых, конечно же, про смог, про туман уже много сказано. Минус 5-6 градусов, довольно влажно. И, мне кажется, вот эта сложная довольно погода для подготовки лыж. Исказывается на большом довольно разбросе в скорости на столе отрыва. Да, и мы видим разницу до трех километров в час. Ну, намазаться лыжи хорошо на скольжение при высокой влажности, в общем-то, непросто. Андрес Арон показывает хороший прыжок, но такой, скорее, средненький. Пока лишь только десятый результат. Так вот, я обещал вам сказать, кто не попал, кроме Павла Карелина из известных спортсменов. Ну, хотя бы назову фамилию двукратного чемпиона мира, призера Олимпийских игр из Норвегии, Бьорна Айнара Рамоурена. Не попал и третий спортсмен из Казахстана, Асан Тахтакунов. Ну, были и другие, может быть, не столь заметные для нас фамилии. Прыгали в квалификации, хоть и освобожденные от состязательного раунда лидеры, первая десятка общего зачета. И всех удивил, всех шокировал своим полетом на 145 метров. А вы помните, я говорил, что Харри Оли улетел на 138,5, победитель квалификации. Так вот, Симон Аман, который будет сегодня завершать список как лидер Кубка мира, прыгнул на 145 метров. В общем, ошарашил своей готовностью. Известная фамилия очередного участника, совершившего свою попытку, это... Ян Матура из того же Либереца, где пройдет чемпионат мира в нынешнем году. Участник двух олимпийских игр, опытнейший спортсмен. Начинал, кстати, с лыжного двоеборья. В топ-10, правда, на этапах Кубка мира он не попадал. Ну а сейчас Матура улетел на 121,5 метра и неплохие за технику оценки выводят его на шестое место. Но, надеюсь, вы не пропустили, что лидером стал Том Хилде из Норвегии, совершивший на полметра дальше полет по сравнению с Норьяки Касай и отыгравший у него полтора очка. Том Хилде, Норвегия, Норьяки Касай, Япония и Николай Карпенко. Так выглядит сейчас первая тройка перед прыжком Мити Межнера из Словении. Неплохой разгон был у славянского лыжника, молодого, ему 20 лет. Самый далекий прыжок выводит его. Какие оценки дадут судьи? Ну, если бы прыжок был, были небольшие погрешности, но в данном случае такое несимметричное разведение рук только для того, чтобы держать баланс, аэродинамику верную, правильную. И первый результат, ну, мне кажется, первый раз в жизни. Митя Межнар выходит лидером на этапах Кубка мира. Ну что ж, пускай немножко порадуется, а мы вместе с ним. Итак, Денис Корнилов. Нижний Новгород, Динамо, участник двух чемпионатов мира, Олимпийских игр здесь в Турине. Знаком ему этот трамплин. Экс-рекордсмен России в полетах на лыжах. Ну, мне кажется, мог бы потянуть немножко прыжок, хотя в таких сложных условиях, по видимости, это трудно сделать. Ну, в общем, несколько этапов он уже в топ-десятке был, видимо, недоволен своим прыжком, так быстро покинул гору приземления. 121,5 метра у Дениса Корнилова и пока девятый результат. След за ним прыгает еще один славянский спортсмен, Примаш Пикль. Ну, тоже в десятке мы его не то что редко, а вообще пока, по-моему, не встречали. И он специализируется, так скажем, на полетах на лыжах. Во всяком случае, его лучшие достижения именно в этих состязаниях. Что, конечно же, объяснимо, ведь Словения обладает таким великолепным трамплином-дальнобойщиком, каким является трамплин в Планице. Кстати, именно в Планице запланированы чемпионаты мира ежегодные по полетам на предстоящие 4 года. С нынешнего сезона возобновляется отдельный зачет и по Кубкам мира, то есть в Малом Кубке мира будет определен чемпион по полетам на лыжах. И эти состязания предстоят чуть позже, во второй половине сезона. Ну и, кроме того, чемпионаты мира в Планице, начиная со следующего года, ежегодно будут завершать кубковый сезон по полетам, подчеркну, на лыжах. Так что, в общем, Международная Федерация и, прежде всего, руководитель, спортивный директор комитета по прыжкам на лыжах с трамплина Вальтер Хофер решили, ну вот так, раздвинуть рамки, масштабы и без того популярного вида спорта. Ну а Вальтер Хофер был приглашен и в качестве куратора, руководителя другого комитета по лыжному двоеборью. Почему? Ну, потому что не без участия Хофера, конечно же, прыжки на лыжах с трамплина стали очень привлекательными для спонсоров, очень интересными для зрителей. В общем, он главный виновник, ну, вот этого суперрейтингового спорта в Европе. Ну и вот Вальтер Хофер ничего не придумал, как сделать новую революцию у двоеборцев. Поменял регламент, который существовал много-много лет, и теперь двоеборцы прыгают одну только попытку зачетную, никаких квалификаций, никаких дополнительных попыток и одну гонку 10-километровую. Нет никаких спринтов, нет никакой 15-километровой прежней классической дистанции по длине. И так только один теперь формат у двоеборья. Ну, чем скажется, чем выйдет Вальтеру Хоферу его предложение, наверное, узнаем в конце сезона. Но в основном они направлены, конечно же, на лучшую привлекательность вида спорта. Тем временем поминался у нас лидер, и им стал, ну это мы уже отмечали, Митя Межнар. На третье место вышел француз Винсан Дескомбе. Только что совершивший прыжок. А сейчас в полете довольно известный спортсмен Дайки Ито. По 21-м номерам бронзовый призер чемпионата мира последнего в командных соревнованиях. Этот чемпионат мира, я надеюсь, вы не забыли, проходил в Саппоро, на родине Дайки Ито. Призер нескольких этапов Кубка мира, в том числе и в Бишофсхофене, на знаменитом австрийском трамплине, который входит в легендарное турне четырех трамплинов. Ну, в топ-десятке Ито был много раз, так что для него, конечно же, задача минимум в эту топ-десятку войти. Хотя начало сезона у него было не очень убедительным. Роберт Кранец из Словении, еще один олимпионик, бронзовый призер Солт-Лейк-Сити, Олимпиады 2002 года в командном зачете. Ну, такой невезучий спортсмен, если посчитать, если какой-то рейтинг вести по травмам среди прыгунов, то, наверное, он будет занимать одно из ведущих мест, Роберт Кранец. Столько раз он ломался, но каждый раз выходил, снова восстанавливался, снова залезал на трамплин. Ну, в общем, мужественный парень. Ну, не парень, уже мужчина взрослый, 27 лет как-никак. Роберт Кранец хороший прыжок делает, и который выводит его на первое место. Не самый дальний, 126,5 метров, но судьи ему хорошие оценки поставили, и он опережает всего на одну десятую очка, опережает Митю Межнера. Итак, новый лидер Роберт Кранец, а прыгает Петер, примаш Петерко, еще один славянский спортсмен, о котором не так давно мы говорили, легендарный, сенсационный. Действительно, он выигрывал и Кубки мира, и на чемпионатах мира был хорош, призер Олимпийских игр. Экс-победитель Мирового Кубка неплохо смотрелся в этой попытке. Одна из лучших, 126,5 метров при не самом сильном разгоне. И судьи дают ему средние оценки, довольно ровные, которые выводят его на первое место тоже с минимальным преимуществом над соотечественниками. Первые три места сейчас у славянских прыгунов. Примаш Петерко, лидер Роберт Кранец, второй Митя Межнер, третий. Отличная школа прыжковая в Словении. Илья Росляхов, внимание, представитель Московской школы высшего спортивного мастерства. Илья Росляхов занимает сейчас, в общем, зачете Кубка мира. Двадцать девятое место. Прыжок явно не получился у него. Всего лишь двадцать первый результат. Конечно, этим он недоволен. Тем более, что за место, четвертое место в команде, в сборной команде национальной российской, довольно жесткая конкуренция. Ну, и это хорошо. В конце концов, конкуренция, главные условия результата, прогресса. Росляхов рискует, конечно же. Ну, не буду говорить, рискует. Ну, недоволен своей попыткой. Вслед за Росляховым прыгал Таку Такиучи из Японии. Программа итальянского этапа Кубка мира предлагает спортсменам два состязания. Ну, и оба на вот этом самом трамплине 140-метровом. Ну, а потом переезд в Швейцарию, в Энгельберг и долгожданное турне четырех трамплинов, которое, как всегда, за более чем 50-летний период будет проходить в новогодие. Последние дни уходящего года и в первые дни следующего. А тем временем мы за попыткой наблюдаем еще одного японца Ютой Ватазе. Ну, а Такиучи устанавливает очень серьезный ориентир. Во-первых, улетев на 129 метров, а во-вторых, получив хорошие очки, самые пока высокие за технику, за стиль, и оторвавшись от ближайшего соперника сразу на 6 очков, но тут же ему хорошую компанию составляет его соотечественник. И Юта Ватазе выходит на вторую позицию, прыжок второй по дальности, 127,5 метров. Четыре очка уступает Ватазе, и это довольно все-таки солидное отставание. Но главные силы, естественно, впереди. Маркус Эгенхофер из Австрии. Молодой спортсмен, 21 год, и... Ой-ой-ой-ой-ой... Упасть на скорости под 100 км в час, хоть и при приземлении, конечно же, очень больно. Наверное, сейчас остановит, приостановит соревнования, потому что, разумеется, он немножко разбил гору приземления в самой середине, улетев на 122 метра, сюда будут приземляться все остальные, примерно в эту точку. Ушла правая лыжа, встав на кант, ну просто не удержал. Немножко как-то раньше времени расслабился, ну даже, не знаю, может быть, ощутив довольно большую нагрузку при приземлении. Ну и, разумеется, очки будут снижены. Напугал, напугал тренерскую биржу, на которой мы замечаем, и тренера сборной России, Вольганга Штайрта. Он ждет теперь попытки Дмитрия Васильева, который будет стартовать по 39-м номерам. Ну, а сейчас, конечно же, Штайрт понаблюдает и за своим бывшим подопечным, Микаэлем Ноймайером. Он был в десятке на этом трамплине на Олимпийских играх 2006 года. Ну, что касается его лучших результатов, то я, наверное, назову его призовые места на чемпионатах мира, прежде всего в командных соревнованиях. Так что он, конечно же, прежде всего командный прыгун. И, можно сказать, незаменимый. Если говорить об индивидуальных зачетах, то на этапах Кубка мира несколько раз в лучшей десятке Микаэль Ноймайер бывал. Опытный спортсмен, ему 29 лет. Итак, славянское преимущество сменилось японским. И сейчас первая тройка выглядит так. Два японских лыжника и славянский. Такиучи в Атазе, Петерка. Отличный прыжок, который может подвинуть только что названную мною тройку. Но только третий результат в итоге. Третья сумма у Ноймайера. Но, тем не менее, хорошее начало перед следующей попыткой. Я думаю, что Ноймайер не сомневается в том, что будет участвовать во второй попытке. И, может быть, по сумме, тоже неплохой результат. Что-то совсем тихо едут лыжи. На столе отрыва всего 92,8 километра часа у Калли Кейтури из Финляндии. Но уж не знаю причины тому. Может быть, не очень аэродинамичная стойка на разгоне. Но, как бы то ни было, 129,5 метров. Вот я бы за такой прыжок дал высшие баллы. Но судите сами. Скорость разгона, которая во многом определяет длину полета, при прочих равных условиях, у него была намного ниже, чем у других. А вот полет самый дальний. То есть эффективность его толчка, мощность толчка, эффективность его поведения в воздухе, в полете была максимальная. И он выходит в лидеры. Браво, что можно сказать, Калли Кейтури. Чем ответит Рор Льёкелсой. Самый возрастной участник норвежец. Ему 32 года. Все вроде бы неплохо, чистенько. И разножка при приземлении, называемая телемарком, тоже была выполнена классическим способом. Дукратный бронзовый призер Олимпийских игр здесь, на этом трамплине. Так что это мне позволяет говорить, что это его любимое место. И действительно он показывает самый далекий пока прыжок. 130,5 метров. Опытнейший спортсмен. Участник трех Олимпийских игр. Многократный чемпион мира по полетам. В общем, большие трамплины это его стихия. Итак, Льёкелсой подтвердил самым далеким прыжком. И становится лидером. Маленькая пауза сейчас будет в нашем репортаже, но не расслабляйтесь. Связанная только с подготовкой к трамплину, к попыткам. Красной группы, назовем так, последние 20 человек. Группу сильнейших, поэтому накатчики сейчас парочку прыжков совершат. Ну, а у нас есть возможность посмотреть на текущий рейтинг. Итак, Роуэр Льёкелсой. Самый возрастной, как и положено, самому опытному прыжковому гуру взял лидерство. Кали Кейтури показал очень красивый прыжок. И я уже объяснял, почему, который вывел его на второе место. Так вот, такиучи из Японии. Пока третий. Нам, конечно же, интересно, каковы позиции у двух россиян. И обязательно вам скажу, пока лучший из них. Денис Корнилов на 19-й позиции. А Илья Росляков 26-й. Короткая пауза закончилась. И Харри Олли, обладатель лучшего результата в квалификации накануне. Финский спортсмен. Но мы видели, что со скоростью и 92 км в час можно совершать очень далекие прыжки. Потеряли телевизионные операторы и режиссер, прежде всего, из виду Харри Олли. Но не потеряют, естественно, его дальность. Хотя, судьям, непросто следить в такой густой туман. 133 метра. Самый далекий прыжок. И, на мой взгляд, должны быть хорошие оценки. Харри Олли подтверждает неслучайность вчерашнего своего далекого полета и выходит на первое место. 129,4 балла. Чем ответит представитель старой немецкой гвардии Мартин Шмидт. По 32 номерам. 30-летний немецкий олимпийский чемпион 2002 года. И он когда-то выступал под главенством Вольгенка Штайрта, нынешнего российского чифа, главного тренера. Участник трех олимпийских игр. Многократный чемпион мира. Обладатель Кубка мира. Причем не один раз он выигрывал этот почетный трофей. Но, наверное, по реакции тренера сборной Германии можно понять, что этот результат, этот прыжок Мартин Шмидта, наверное, в актив не занести. Но, тем не менее, 132 метра. Один из самых далеких прыжков. И, я думаю, что в первой тройке все-таки ветеран будет. 30-летний немецкий партсмен. Да, так и есть. Вторая сумма баллов. По 33-м номерам стартует Эммануэль Шедаль из Франции. Ну, тоже старый знакомец, хотя и у него больших, выдающихся достижений не было. Но, наверное, он к ним потихонечку подходит. Илья Росляков имеет пока 28-й результат. Я уже говорил о том, что Корнилов в начале третьего десятка, 21-й. Ну, отмечу в этой связи еще такой же 22-й результат Алексея Королева из Казахстана. Но лучший Николай Карпенко среди гонщиков Республики Казахстан. У него пока 14-й результат. Эммануэль Шедаль показывает шестую на этот момент сумму. Еще один представитель Чешской Республики. И за этими спортсменами мы наблюдаем, ну, может быть, чуть-чуть повнимательнее, чем за другими. Как-никак это хозяева предстоящего чемпионата мира. Правда, Куделко готовится, тренируется не в Либерице. Ну, уж те трамплины все равно ему лучше, конечно, знакомые, чем всем тем спортсменам, которые туда приедут на чемпионат мира в конце февраля. 128,5 метров неплохой прыжок, дающий право занять пока пятую позицию Куделки. Два японских прыгуна друг за другом сейчас выходят на стартовую позицию. Сначала Фуми Хиса Юмота. В общекомандном зачете пока после четырех проведенных состязаний, после двух этапов Кубка мира, после финского Кусама и норвежского Тронхейма, впереди команда Австрии. Ее лидер Грегор Шлиденцауэр на втором месте в индивидуальном зачете. Финны занимают в Кубке наций второе место, норвежцы третьи. Отмечу и довольно высокое пятое место сборной команды России. Совсем небольшая разница и в борьбе за желтую майку очковая между Симоном Аманом, швейцарцем-лидером, и Грегором Шлиренцауэром. 25 очков. Это действительно совсем немного, если учитывать, что за первое место 100, за второе 60. 80, за третье 60. Ничего не поменялось после прыжка Юмота из Японии. Может быть, попытается это сделать другой представитель восточной страны Шохей Тошимото. По-всяком случае, они выглядели предпочтительнее своих товарищей по команде, которые прыгали в первой группе. И поэтому имеют такие далекие номера. 126 метров. Ну, средний прыжок в десятке может рассчитывать быть Тошимото. Молодой японский спортсмен, ему 19 лет. Ну, можно поэтому говорить, что будущее японских прыжков. Ну, а оно должно быть обязательно. Потому что в Японии, конечно же, большая уже традиция, большая история этого вида спорта. И связанная с победами на чемпионатах мира, на Олимпийских играх. В общем, не зря японцы, хотя и занимающие сейчас место за российской командой в командном зачете в Кубке мира. Седьмое считаются по праву одними из лидеров за многолетнюю историю лыжных прыжков. Норвежец Йохан Ремен Эвансен. 23-летний скандинав в прыжке. Отличный прыжок. И потому финский тренер сборной команды Норвегии может быть доволен. Хотя не показал этого явно. 131,5 метра. Больше 60 баллов за это получит значительно за длину Эвансен. И единодушное практически решение судей оставляет его на втором месте. Неплохо. Внимание на трамплине Михаэль Урман. Чемпион мира 2000... Простите, чемпион. В 2007 году на чемпионате мира он на тренировке сломал ногу, упал. Но, вы видите, вновь в строю. Олимпийский чемпион 2002 года в командных соревнованиях в Турине. Он два раза был четвертым на вот этих самых трамплинах, которые расположены, конечно же, рядом. Можно поэтому его считать неудачником. Но, с другой стороны, конечно же, это стабильность, подтверждение его высокого класса. 133 метра. Этот класс он не потерял, несмотря на свои 30 лет. Поскольку в сборной команде Германии на видных ролях до сих пор находится. Многократный призер чемпионатов мира. Между прочим, тоже начинал свою спортивную карьеру в юношестве с лыжного двоеборья. Но потом перешел в прыжки и, в общем, не безуспешно. Любопытная деталь. Я узнал, что, оказывается, в его деревушке, в его городке есть улица с его названием. Внимание! Лидер российской команды Дмитрий Васильев. Уфимский спортсмен. Победитель на этом трамплине первой попытки. В Турине всех удивил сенсационно. В итоге, правда, занял 10-е место. Но, тем не менее, после первых прыжков он тогда был лидером. Ну и сейчас Васильев улетает. Ой, как тревожно это ожидание. 125,5 метров всего, наверное, нужно сказать. Васильев имел 17-й результат. Квалификации не очень высокие для него оценки. И он непривычно для себя, так мне кажется, займет 18-е далекое место. Это еще без учета того, что не прыгали 10, даже 11 лидеров. Дмитрий Васильев занимает сейчас в общем зачете мирового кубка 12-е место. Вот на двух трамплинах он был в очковой зоне в первой тридцатке. Сейчас рискует в нее не попасть. Чем ответит Якуб Янда, 30-летний ветеран из Чешской республики. Победитель турне четырех трамплинов 2006 года. Тогда он разделил, редчайший случай за всю историю, разделил первенство с Яни Аханином из Финляндии. Ну, а один этот титул, победитель четырех трамплинов, который ценится в прыжках на лыжах, но никак не меньше, чем чемпионские звания. И, может быть, даже в какой-то степени можно их сопоставить и с олимпийскими призами. Итак, Якуб Янда, пока только 18-й. Ну, а теперь, что ни участник, что ни имя, то титулы, достижения и, может быть, даже легенды. Простите, Андрес Кюттель. Еще один ветеран, 29-летний швейцарский спортсмен. Несколько побед на этапах Кубка мира за ним числится. Но вот на чемпионатах мира и Олимпийских играх пока он без призов. Разгон у него был один из самых быстрых. 94 км в час. Его выбросили на 131 метр. Ну, вроде бы не очень грязно летел он. И судьи дают ему, в общем-то, неплохие оценки. Однако, недоволен шестым местом Андрес Кюттель. Под 42-м номером выступает норвежец Андерс Якобсен. Серебряный призер последнего чемпионата мира в командных соревнованиях. И про его победу на турне четырех трамплинов не могу в этой связи не вспомнить. Ну что ж, за судейскую оценку летит он. Больше 60 баллов получит. Но явно недостаточно для высокого результата. Кстати, в историю Норвегии Андерс Якобсен вошел как самый молодой победитель турне четырех трамплинов. Был он и серебряным призером Кубка мира в позапрошлом году. В общем, своего последнего слова, безусловно, этот молодой 23-летний прыгун еще не сказал. 130 метров средние баллы за технику, за стиль и шестой результат. Ну а лучшая сумма, пока я напомню, у Харри Оли из Финляндии. Вторым пока Михаэль Урман из Германии. Третий Йохан Эвансон из Норвегии. Вот так выглядит первая тройка. И следующий на трамплине австриец Мартин Кох. Олимпийский чемпион Турина на этом трамплине в командных соревнованиях. Много раз он был призером этапов Кубка мира, но пока ни разу не был победителем. Не быть ему и на этот раз, потому что приземлился он на 125-метровой отметке. И этого и длины будет маловато для того, чтобы рассчитывать на хорошую сумму. Довольно высокий спортсмен. 185 сантиметров его рост. 67 килограммов вес. Но правда вот с такими параметрами все чаще и чаще сейчас встречаются спортсмены прыгуны. И если ранее некоторые преимущества получали легкие совсем спортсмены, невысокие, то сейчас с вводом в действие правила весоростового индекса некоторое равноправие произошло. Ну, об этом, наверное, поговорю. Чуть-чуть побольше будет у нас еще пауза в нашем репортаже. Наверное, такие уточнения будут уместны. Ну, а мы обратим сейчас внимание на прыжок другого навеса Андерса Барделя. Тоже лауреата последнего чемпионата мира. Серебряного призера в командных соревнованиях. 129 метров его длина. Длина его прыжка. Которая в сумме с судейским впечатлением за стиль, за технику дала 10-й результат. Ну, следим, будем внимательно за прыжком известного финна Матти Хаутамяки. Побед на этапах Кубка мира у него не счесть. Многократный призер Олимпийских игр здесь, в Турине. Он выиграл медали и в Солт-Тейк-Сити в турне. Четырех трамплинов отличался не раз на отдельных этапах. Экс-обладатель мирового рекорда в полетах на лыжах. Ну, в общем, титулов ему не занимать. На этот раз он улетел на 129 метров. И только лишь 11-й результат у Матти Хаутамяки. Старший брат его, Юси, также выступал. Семейное у них это увлечение. Старший брат Матти Хаутамяки выступал за сборную команду на протяжении многих лет. За Хаутамяки прыгает многократный чемпион мира в командных соревнованиях. Вольфганг Лойцль из Австрии. Напоминаю, что именно австрийцы сейчас лидируют в Кубке мира в командном зачете. Правда, не попал он в команду на Олимпийский турнир в Турине. В котором, как раз, как вы помните, я говорил, отличилась австрийская команда, став чемпионом. Лойцль совершил полет на 128 метров. Ну, и этот прыжок не позволит ему в первую тройку войти, которая по-прежнему выглядит финско-германско-норвежской. Олли Финляндии, Урман Германия и Эвансон Норвегия. Томас Моргенштерн, двукратный олимпийский чемпион Турина. Чемпион Кубка мира прошлого года, текущий, действующий чемпион. Готовится к своей попытке. Внимание! Пока он в розыгрыше Кубка мира занимает весьма скромное для себя четвертое место. Но призах еще не был ни разу. В отличие от победной серии, продемонстрированной им в начале прошлого сезона, когда он, если я не ошибаюсь, едва ли не 10 стартов подряд не знал поражений. Но в данном случае это уже история, хотя, конечно же, недавняя. И пока Моргенштерн начал сезон как-то, не буду говорить неубедительно, нет, но не так впечатляюще. Пока седьмой результат у австрийского прыгуна. А сейчас сенсация нынешнего сезона. Совсем юный, 18-летний Вилли Лоринто, о котором и сказать-то, собственно говоря, нечего. Кроме того, что он удивил всех вторым местом в Тронхейме. Ну и довольно стабильно выступал на других соревнованиях, за счет чего и сейчас держит третью позицию в общем зачете Кубка мира. Ну, мы знаем, как очень часто в истории этого вида спорта вот такие молодые, юные, совсем спортсмены, врываются в элиту и, бывает, задерживаются надолго, а бывает и нет. Таких примеров куча уйма. Ну, может быть, вот мы наблюдаем за становлением новой суперзвезды. Вилли Лоринто, давайте отметим, отметим, 131,5 метра. А его прыжок хороший, далекий и опережает он самого Моргенштерна, хоть и занимает седьмое место. Два всего участника остались в первой попытке. И Грегор Шлиренцауэр, вице-чемпион Кубка мира, ну, то есть второй призер прошлогодних кубковых соревнований. Чемпион мира в Саппора, в командных соревнованиях. Ну, уж не буду вспоминать его юниорские достижения в юниорах, в которых он еще находится. Ведь, как-никак, 18 лет всего лишь навсего Шлиренцауэру. И он имеет право выступать еще два года на соревнованиях молодых спортсменов. Отличный прыжок, самый далекий, 137,5 метров у Грегора. И вполне вероятно, он станет лидером. Но до прыжка Симона Амана, вы не забыли, я говорил о том, что он покорил всех. Швейцарец, который ждет своей попытки, покорил всех в квалификации полетом на 145 метров. На 8 метров дальше, чем ближайший его соперник. Но им был не Шлиренцауэр, хотя и тот хорошо смотрелся тоже в квалификации. Итак, внимание, новый лидер Шлиренцауэр. Ой, сразу на 10 баллов он опережает Оли. Чем ответит Симон Аман? Ну, такое психологическое давление наверняка лидер Кубка мира сейчас испытывает. Но, правда, на других он уже надавил накануне. Итак, Шлиренцауэр, простите, Аман, олимпийский чемпион двукратный Солт-Лейк-Сити. Летит далеко. Ай-яй-яй, едва не потерял равновесие. И за это, конечно же, ему снисят очки. Но прыжок-то далекий, очень далекий. Именно поэтому он почти встал в горшок, потому что улетел, ну, куда-то близко к критической точке. Дальше может быть Симон Аман. 139,5 метров, самый далекий прыжок. Но очки будут снижены, безусловно. И хватит ли судейских придирок за приземление, вот за эту оплошность, чтобы компенсировать, не компенсировать, чтобы в сумме дали они первый результат? Нет, не хватило. Не хватило всего лишь навсего одного очка, даже девять десятых. И Симон Аман занимает сейчас второе место. А во второй попытке нас ждут очень интересные события. Итак, подводим промежуточный итог после первой серии прыжков. Шлирен Сауэр, Австрия. Симон Аман, всего девять десятых очка. На втором месте. Финн Харри Олли, победитель квалификационного тура на третьей позиции. Российские спортсмены расположились далеко от лидеров. И лучший из них Дмитрий Васильев на двадцать девятом месте. Рядом с ним, кстати, расположился Николай Карпенко, тридцать первый. Денис Кордилов, тридцать девятый. Алексей Королев из Казахстана, сороковой. И Илья Росляков на сорок шестом месте. Ну, для тех, кто недоволен своей первой попыткой, есть возможность исправить ее во второй. И эта вторая попытка начнется совсем скоро после короткой рекламной паузы. Италия. Трамплин в Прожелата, на котором два года назад проходили Олимпийские игры. А сейчас здесь все готово для второй попытки на этапе мирового кубка. Первые попытки героями были Харри Оли из Финляндии. Сначала он всех покорил в квалификационном раунде, прыгнув на сто тридцать восемь с половиной метров. Но даже не столько важна величина, дальность прыжка, сколько его первое место среди классифицируемых спортсменов. Второе место после первой попытки пока у олимпийского, двукратного олимпийского чемпиона Швейцарии Симона Амана. Хоть он ее и чуть-чуть не сорвал при приземлении, потеряв равновесие, но лидер Кубка мира совершил самый-самый далекий прыжок. Ну а его основной соперник в борьбе за желтую майку Грегор Шлиренсауэр из Австрии прыгнул хоть и чуть-чуть поближе, но зато был безупречен по стилю, по технике. В итоге с преимуществом минимальным, я бы даже сказал мизерным, в 0,9 очка Шлири опережает Симона Амана перед второй попыткой. Ну и эта вторая попытка начнется буквально через минуту-другую. И нас ожидает любопытная борьба знатоков, специалистов этого вида спорта. Не будем забывать, что среди участников и трое россиян. Туман вроде бы немножечко разошелся, хотя во время первой попытки он был довольно густым. Но может быть и искусственное освещение, заработавшее поинтенсивнее, тоже представляет более благоприятные возможности участникам. А это просто не прыжок, а полет Симона Амана с рекордом для местного трамплина 145 метров. Вот так он прыгнул накануне. Ну, как известно, десятка лучшая в общем зачете освобождена от квалификации. Но все равно топ-десятка прыгала и на целых 8 метров лучшего прыжка оцениваем. Я уже говорил, что этот прыжок принадлежит Харри Оли. Улетел Симон Аман. Ну и как часто бывает, когда ты летишь за критическую точку, то приземлиться в телемарке, в классической стойке очень трудно. Ну, не оценивался этот прыжок. Тем не менее, дальность его отмечена 145 метров. И Симон Аман своей зачетной попыткой первый подтвердил, что, безусловно, этот полет был вовсе не случайным. Перед началом второй попытки посмотрим стартовый порядок. Дмитрий Васильев будет вторым. Ветеран Нариаки Касаи будет открывать финальную попытку. И, кроме Дмитрия Васильева, никто из других российских спортсменов пробиться во финальную, ну, во вторую заключительную часть не смог. В данном случае я имею в виду Илью Рослякова и Дениса Корнилова. Ну, а Павел Карелин сошел еще в квалификационном туре. И, правда, не добрал всего лишь каких-то, ну, может быть, двух очков одного места. Пока есть время перед началом финальной попытки. Может быть, есть смысл к статистике сейчас обратиться. И я напомню, что, кроме Симона Амана на первой позиции и Грегора Шлиринцаура на вторую после проведенных трех прыжковых сессий, на третьем месте совершенно неожиданно, просто выскочка из Финляндии, молодой 18-летний Вилли Лоринто. Вслед за ним Томас Моргенштерн, австрийец, Вольганг Лойцель. И такое массивное присутствие в первой десятке австрийцев обеспечивает им командное превосходство. Знаем стартовые ворота. Теперь уменьшили стартовый разгон судьи, чтобы... Уменьшили судьи стартовый разгон, чтобы не улетели усилиями, прежде всего, Симона Амана на критическую точку, критическую зону приземления прыгуны. Итак, ветеран 36-летней Наряки Касаи, участник пяти Олимпийских игр. Ну, его, конечно же, лучшие годы позади, причем далеко позади. Но раз он попадает в сборную Японии, конкуренция в которой очень-очень высока, значит, не портит борозды старый конь. Более того, не все японцы, попавшие в финальную часть, прошли во вторую попытку. А вот Наряки Касаи это сделал, хоть и открывает ее, имеющий в данном случае худший среди финалистов результат. Итак, по сумме двух прыжков, двух попыток Касаи набирает 221 очко. Внимание, Дмитрий Васильев. Уфимский спортсмен, опытнейший прыгун. Представитель Уфимской школы, его личный тренер Рамиль Абраров. Рекордсмен России в полетах на лыжах Вольгенштарт. Недоволен, наверное, присутствием одного лишь своего подопечного в финальной части. И на всякий случай решил посмотреть на видеоповторе, в чем можно будет потом упрекнуть. Ну, упрекнуть для того, чтобы разобрать, проанализировать прыжок. Ну, наверное, помнят знатоки этого вида спорта о том, что Дмитрий Васильев был дисквалифицирован за использование запрещенных препаратов. Это был первый случай в прыжках на лыжах с трамплина. Обгоняет Васильев наряки Касаи. Первый случай, после которого правила были пересмотрены. И тогда улечили Дмитрия Васильева в употреблении мочегонных препаратов. И действительно, проблема лишнего веса над Дмитрием Васильевым всегда давлела. Ну, вот, используя, как оказалось, не совсем разрешенные, а точнее совсем неразрешенные лекарства, он боролся с ними, за что получил двухлетнюю дисквалификацию. Ну, и ее, что называется, отсидел и вновь сейчас борется. Но теперь уже по новым правилам, поскольку сейчас высокие и массивные спортсмены получают дополнительное преимущество. Преимущество в чем? Использовать длинные лыжи. А ведь длинные лыжи дают, конечно же, превосходство в аэродинамике, парусность увеличивают, которая и держит спортсменов на воздушной подушке. Тем временем, Якуб Янда, еще один спортсмен, имеющий за спиной огромные достижения. Достаточно вспомнить его победу, разделенную с Яни Аханиным на турне четырех трамплинов. Улетает на 124,5 метра, но не опережает Дмитрия Васильева, который на время с 237 очками стал лидером. Так вот, введенный после того случая антропометрический показатель веса ростовой сейчас уравнивает позиции более высоких спортсменов и более тяжелых. Ну, во всяком случае, хорошо известна зависимость результата от длины лыж. Так вот, спортсменам вводится специальный показатель соотношения роста веса и длины лыж, который коррелирует с длиной лыж. Попробую отвлечь ваше внимание, все-таки некоторое разъяснение дать, поскольку это важно. Так вот, максимальная длина лыж равняется примерно 146% от роста спортсмена. И это значит, что прыгун, имеющий, например, рост 180 сантиметров и весящий 65 килограммов, то есть это соотношение тоже учитывается при разрешении определенной длины лыж. Так вот, максимальная длина лыж при боди-масс-индексе равном 20. Редко мы видим Дмитрия Васильева на месте лидера и пока он на нем задержался. Закончу свою мысль. Итак, боди-масс-индекс, весоростовой индекс равный 20, разрешает максимальную длину лыж 146% от роста при таких показателях. 180 сантиметров роста и 65 килограммов вес. То есть при вот таких данных лыжи могут быть максимальной длины 263 сантиметра. Ну а если рост, вес, например, 64 килограмма, то тогда изменяется вот этот ростовестовой показатель и максимальной длины лыжи могут быть только 259 сантиметров. Ну а исследования показывают, что изменение на 3-4 сантиметра длины лыж, как и 1 килограмма веса, это примерно эквивалент, изменяет длину прыжка примерно на 1 метр 25 сантиметров. Вот такие исследования выполнены и вот, может быть, немножко сложноватой кажется эта формула. Но, тем не менее, если вы посмотрите на тропометрические показатели нынешних прыгунов, то длинных, ну высоких, появляется все больше и больше. Почему? И относительно тяжелых. Ну вот потому что они имеют возможность пользоваться длинными лыжами, а они, безусловно, некоторое превосходство в полете создают. Да и для на разгоне тоже. Свой прыжок совершил Митя Межнар из Словении. Пока 123,5 метра, а я напомню, что Дмитрий Васильев улетел на 131. Ну вот исправил свой явно неудовлетворительный прыжок в первой попытке. И пока преимущество его 10 очков над ближайшим преследователем. Ну, а это, наверное, привет в том числе и тренеру Рамилю Абрарову. Личному тренеру Уфимскому Дмитрию Васильеву. И если он был два года назад здесь лучшим в первой попытке, не буду утверждать, что он будет лучшим, конечно же, во второй попытке. Но в данном случае он не очень стабилен, что тоже не есть хорошо. Не изменяет положение лидера и прыжок Роберта Краница из Словении. Пока ближайший претендент, ближайший преследователь нашего прыгуна Винсан Дескомбье проигрывает довольно много. 10 баллов. Ну, каждый следующий, в том числе и Мартин Кох, этот довольно известный австрийский олимпийский чемпион на этом трамплине. Спортсмен прыгает хорошо, хоть немножко уносит его сейчас на край горы приземления. Но прыжок довольно далеким должен быть, потому что на столе отрыва разогнался он быстрее Дмитрия Васильева. 129,5 метров. Нет, все-таки в полете был не так аккуратен, как российский прыгун. Но, тем не менее, место в первой тройке, мне кажется, сейчас текущий может получить австрийский лыжник. Нет, ошибся. Судьи были строгими по отношению к нему и девятый только результат. Мне кажется, удивлен. Собрался уже уходить и покидать это место, но придется померзнуть немножко. Но я думаю, в данном случае эти страдания, условно, страдания приятные для уфимского прыгуна. В общем, за счетом он занимает пока 12-е место. Из трех соревнований дважды он попадал в кубковые очки, то есть первую тридцатку. А в прошлом году Дмитрий Васильев, также бывший лидером нашей команды, занял по итогам всего сезона 18-е место. И этот спортсмен, я имею в виду Примаша Петерко, не опередит Дмитрия Васильева. Это уже ясно по сумме двух попыток. Вот, если бы Васильев, ну не буду говорить сорвал, а получше выглядел в первой попытке, в которой он показал, в общем-то, весьма посредственные результаты, то я думаю, что с учетом второй он был бы хорош. Приятное присутствие на первой строчке текущего протокола Дмитрия Васильева. И, обратите внимание, все-таки Мартин Кох выходит на второе место. Четыре почти очка разницы. Пытались повторить прыжок, пока лидерский прыжок Дмитрия Васильева. Не совсем удачно это сделали итальянские коллеги телевизионные. Не будем за это их обсуждать, они дали нам возможность напомнить и другим, и нам порадоваться за, может быть, неожиданное первенство текущее нашего соотечественника. Но, внимание, Михаэль Ноймайер, немецкий, многократный призер чемпионатов мира в командных соревнованиях. Отличный разгон, такой же практически, как у Дмитрия Васильева. Но прыжок короче, короче, и приземление, на мой взгляд, было не очень чистеньким. За что пострадает, безусловно, общий балл, общая оценка германского прыгуна. Подтверждение моего тезиса о популярности этого вида спорта, хотя, наверное, убеждать в этом постоянных зрителей необходимости нет, но приведу для сравнения суммы призовых, официальных призовых, потому что, разумеется, в личных контрактах лидеров значатся совсем другие цифры, гораздо более внушительные. Ну, так вот, за победу на этапе Кубка мира спортсмен получает 30 тысяч швейцарских франков. За второе место 15 тысяч, за третье 10 и так далее. Всего 10 номинируется призовым фондом лучших спортсменов. Назвал эти цифры только для того, чтобы вы, если внимательно следите за лыжными соревнованиями, сопоставили их с другими лыжными дисциплинами, будь то двоеборья, лыжные гонки, да даже биатлон, намного выше сумма этих призовых у прыгунов. Ну, это как раз и свидетельствует о более пристальном внимании, прежде всего, спонсоров к трамплину, к соревнованиям прыгунов. Тем временем делал еще одну попытку обогнать Дмитрия Васильева Юта Ватасе, но только 123 метра, и в итоге 12-й результат. Эммануэль Чедаль в первой попытке прыгнул на 128 с половиной, но изменилась длина разгона, она немножко уменьшилась, что, однако, не сказывается на скорости разгона. Но, мне кажется, морозит сейчас прожила-то, дело к вечеру, и улучшается скольжение, наверное, только за счет этого скорости на столе отрыва побольше, по сравнению с первой попыткой. Но, однако, и они пока не позволяют улетать дальше, чем в первом раунде. 127,5 метров, и, мне кажется, уже замерз Дмитрий Васильев основательно. Ну, как бы здесь не попросить курточку. Кто знает, как долго еще предстоит на лидерском месте пребывать. Волькан Клоицель, еще один австрийец, многократный чемпион мира в командных соревнованиях. Самый быстрый разгон. Сможет ли он его конвертировать в соответствующую дальность полета? Да, прыжок получился, безусловно. И вот, кажется, Васильев засомневался, что ему придется здесь задержаться доли. Доли вымеряют, судя по всему, далекий прыжок. И поэтому судьи лишний раз перепроверяют себя. 133,5 метра. Да, новый лидер, судя по всему, появился у нас. И Дмитрий Васильев любезно уступает свое персональное место, на котором он пробыл. И так довольно долго заняв определенное количество эфирного времени. Ну, что ж, наверное, можно считать, что небольшую задачку он выполнил. Да, действительно, Волган Лойцель обходит Дмитрия Васильева сразу на 14 баллов. И, вы знаете, попытка Лойцеля будет, я убежден, в десятки. Ну, точнее, сумма по двум попыткам будет в десятки итогов сегодняшнего этапа. Что подтверждает частично и приземление следующего участника Такута Киучи. Он едва добрался до усыдейской отметки 125 метров. Международная федерация лыжного спорта опубликовала долгосрочный календарь на предстоящие четырехлетия. И нельзя не заметить новые места проведения прыжковых соревнований. Не могу пропустить прыжок Матти Хаутамяки. Все-таки количество побед кубковых, да и на чемпионатах мира, пожалуй, среди участников у него одно из самых больших, внушительных, многочисленных. Хороший прыжок у Хаутамяки. Такое впечатление, что туман сгущается снова сильнее. Ну, может быть, это еще и сумерки все более лотнеющие над Прожелата Олимпийским создают такое впечатление. 134 метра. Нет, действительно, мы были правы в дальности довольно большой этой попытки Хаутамяки. И финский лидер показывает, не лидер, а финский ветеран, показывает вторую сумму. Финский лидер как раз совсем молодой, просто юный, Вилли Ларинто. Ну, а сейчас Андерс Бардаль из Норвегии. Так вот, что касается новых соревнований. Апробация Олимпийских трамплинов Сочи намечена на февраль 2013 года. Непосредственно перед чемпионатом мира, который состоится через пять лет в Италии, в Аль-де-Фиеме, Сочи, должны обязательно опробовать новые трамплины. Запомним. Хотя, я думаю, первые соревнования уровня национального должны состояться, конечно же, там гораздо раньше. Но пока эти трамплины в проекте. Если говорить о турнире, а попытаюсь это в промежутках сделать между прыжками, не нарушая все-таки интерес к главному основному событию нашего телевизионного репортажа, то на основных моментах будущего календаря постараюсь остановиться. Итак, Хаутамяки, второй Лойцель, третий, 126 длина прыжка норвежца Барделя, оставляет на лидерском поприще австрийца Лойцеля. Следующий финн, Калли Кейтури. Совсем не быстро на столе отрыва, но это характеризовало его прыжок и в первой попытке, однако умеет он все-таки далеко и долго лететь, правда, не подтвердил он мои аргументы в этой попытке. Если в прошлое действительно у него дальность была весьма неплохая при небыстром разгоне, то сейчас, увы, он только пятый. Васильев на эту минуту находится на четвертой строчке текущего протокола. Рор Льё Калсой. Самый возрастной, самый опытный участник наших соревнований, двукратный бронзовый призер Олимпиады в Турине. То есть эти трамплины, в частности 140-метровый, на котором происходит состязание, он знает хорошо и основательно. Многократный чемпион мира по полетам. Но, увы, в данном случае попыткой, наверное, вряд ли он будет доволен. Про нынешний сезон мы еще долго и много будем говорить по ходу наших, в основном, прямых трансляций. А вот что касается предстоящего четырехлетия, то бегло по нему пробегусь, как обещал. Так вот, на следующий год нас ожидает новый турнир. Впрочем, и в этом году мы о нем узнаем. Это командный турнир Международной Лыжной Федерации. Да, вот такую новинку презентует в этом году комитет по прыжкам на лыжах трамплина. Но это не будет дублером, разумеется, турне четырех трамплинов. Это, прежде всего, турне индивидуальные соревнования. Но, тем не менее, на следующий год я смотрю в календаре больше половины соревнований ночных, так называемых. Ну, вечерних, разумеется. Ну, как, например, то, за которым мы сейчас наблюдаем. Андерс Якобсен из Норвегии. Надежда норвежских прыгунов. И, надеяться есть на кого, Якобсен уже успел к своим 23 годам стать и серебряным призером чемпионата мира. И самое главное, выиграть турне четырех трамплинов. Было тогда ему в 2007 году всего-то навсего 20 лет. Так вот, ночью, вечером мы будем наблюдать за соревнованиями в следующем сезоне в основном. Дмитрий Васильев перемещается сейчас после прыжка Андерса Якобсена на одну позицию вниз, на пятое место, но остается на первой страничке текущего протокола. Единственная из российской тройки и четверки, тройки, участвовавшей в первой попытке, и четверки, приехавшей в Италию на этот этап Кубка мира, попавшей в финальную пульку. А это лучшая попытка текущего лидера Вольганга Лойцля из Австрии. Лучшая по всем показателям и по дальности, и по судейскому впечатлению. 133,5 метра. Запомним этот... Эту цифру. Так вот, на следующий год, говорю я во время прыжка Томаса Моргенштерна, двухкратного олимпийского чемпиона Турина, покорителя здешних спортивных сооружений и обладателя Кубка мира прошлого года. Но стало быть, защищающего в нынешнем сезоне этот престижный титул. Ну, давайте, наверное, не отвлекаться во время этого прыжка очень важного. Разгоняется Моргенштерн до 94 километров в час. Неплохо. И улетает подальше судейской отметки, но гораздо ближе пока рекордной финальной попытки Лойцля. 133,5 метра. Но, может быть, по сумме баллов он прорвется в первую тройку, которая пока занята, кроме Лойцля Андерсом Якобсоном из Норвегии и Матти Хаутамяки из Финляндии. Наверное, этим жестом подсказывает Моргенштерн, что он недоволен своим выступлением. А вот его основной соперник, обладатель желтой майки Симон Аман, пока только поднимается на стартовую позицию. Следующий Вилли Лоринто. Вот тот самый юный финский парень, который удивляет на первых стартах нынешнего сезона. Удивил он и в этой попытке. Летит далеко. Может быть, есть какие-то погрехи. Может быть, немножко угловатым как-то он кажется. Ну, хоть это и незаметно в лыжном прыжковом комбинезоне. Ну что, может быть, 135 метров дадут ему и общую более высокую оценку. Да, по сумме, учитывая, что имел Лоринто и лучший результат в сравнении с Лойцелем, действительно, Финн может стать и должен стать новым текущим лидером. Так и есть. 259 очков. Даже с двумя десятыми выводят его на первую строчку. Я закончу с календарем следующего сезона. Разумеется, главным стартом будут Олимпийские игры в Ванкувере, на котором будут разыграны три комплекта наград на нормальном, среднем трамплине и большом. Ну и командные соревнования. Как всегда, стабильная Олимпийская программа. Но еще одно пиковое состязание. Кроме турне, разумеется, четырех трамплинов. В самом конце сезона чемпионат мира по полетам в Планице. Отличный разгон продемонстрировал Андрес Кютел из Швейцарии. Такое впечатление, что из-за тумана судьям не видно, как далеко улетел спортсмен. Хотя в этом помогает электроника. 129,5 метров. Результат метровый. Длинотный результат этой попытки. Но вряд ли Кютель сможет попасть. Да, только шестой результат. Попасть на первые позиции. Но Васильева он оттесняет. И таким образом российский спортсмен сейчас на восьмом месте. В 2010 сезоне 2010-2011 года главным турниром будет чемпионат мира в Норвегии. Он планируется в Осло. И поэтому сейчас ведутся там строительные работы. Как известно, взорван знаменитый Холмин-Колинский. Ну, разобран, так скажем, трамплин. И будет к чемпионату мира 2011 года построен новый. Вновь сезон в 2011 году будет заканчиваться полетами в Планице. Впрочем, как и в 2012 и 2013. Первая пятерка в правом нижнем углу перед вами. Лоринто, Финляндия. Лольцель, Австрия. Куделка выходит на третье место из Чешской республики. Якобсен, Норвегия четвертый. И еще один финн. Аутомякин на пятой позиции. Васильев оказывается в конце первого десятка. Мартин Шмидт. Еще одна, ну, можно даже сказать, живая легенда прыжков на лыжах с трамплина. Сейчас совершил свою попытку. На 133,5 метра он улетел. Так что имеет возможность попасть, я думаю, в первую тройку. А если судьи будут благосклонны, то, может быть, и поспорит с Вилля Лоринто. Нет только второй результат. Три очка отставания. Смущен немножко молодой финский спортсмен. Потому что непривычно для себя долго находится на этом лобном, но в хорошем смысле слова, лобном, видном месте. И срывает довольно значительную долю нашего внимания. Следующий на трамплине. Йохан Эвансон из Норвегии. Хороший прыжок, но позволит, наверное, ему, ой, на третье место попасть. И это неплохо, наверное, для Эвансона. Что он нам и подтверждает весьма красноречивым жестом. Новое поколение в норвежской команде. 23 года этому парню. И, конечно же, он достойный преемник своих более опытных, титулованных, но еще действующих соотечественников. Михаэль Урман из Германии. Олимпийский чемпион в Толплей-Сиде в командных соревнованиях. Ну, неудачник Туринской Олимпиады. Я уже говорил о том, что он дважды был четвертым здесь два года назад на Олимпийском турнире. И в какой-то степени его неудачником можно назвать, и имея в виду его сломанную ногу на последнем чемпионате мира, на котором он находился в отличной форме. Я имею в виду тоже двухлетней, двухсезонной давности соревнования в Саппоро в Японии. Ну, не сдается, что называется ветеран. 30-летний немецкий спортсмен. У него хороший полет 131,5 метра. И он выходит на третью позицию. Итак, Лоринто Шмидт Урман. Финляндия и два немецких спортсмена сейчас в первой тройке. Все ближе и ближе черед лидеров. Остается несколько попыток. И Харри Олли. Неожиданный победитель квалификационного тура. Неплохие предпосылки для дальнего полета. И прекрасная попытка у финского прыгуна. Хорошо освоил трамплин в Прожелата Олли. 131 метр. Но с учетом его удачной первой попытки, я думаю, в первую тройку он может попасть по сумме баллов. Да, так и есть. Третий результат. Итак, два финских лыжника и один немецкий в первой тройке. Но сейчас наступает черед оставшихся двоих спортсменов. Итак, олимпийский чемпион Соклайк-Сити. Симон Аман, обладатель нового рекорда трамплина. Уж не знаю пока официального или нет. И снова далекий прыжок. И снова не может вытянуть телемарк Симон Аман. Что, в общем-то, судьи прощают, наверное, когда очень далекие прыжки критической точки летит швейцарский спортсмен. И заявляет о своей победе. Да, придется уступить это место Вилле Лоринто. Уступить своему коллеге из Швейцарии. Швейцарии. 144 метра. Всего на один метр меньше, чем его полет, совершенный в квалификации. У нас сегодня была возможность посмотреть на него. Но тогда он приземлился буквально на третью точку. И те оценки, те прыжки не оценивались для топ-десятки. Ну, а сейчас он был гораздо удачливее, гораздо точнее. И, мне кажется, это прыжок чемпиона. Во всяком случае, последняя попытка Грегора Шлиренцаура под вопросом. В том смысле, что озадачен австрийский спортсмен должен быть вот этим далеким прыжком. Очень тяжело, конечно же, психологически настроиться после столь впечатляющего полета. Но, тем не менее, ничего не остается, как дождаться прыжка молодого австрийского спортсмена. Хороший разгон. И летит тоже далеко, но не дальше. Не дальше, чем Симон Аман. Однако, я думаю, разница между австрийцем и швейцарцем будет минимальной. И даже не берусь сказать, что в пользу все-таки швейцарского спортсмена. Давайте дождемся. 9 десятых очка выиграл Шлиренцауэр у Амана в первой попытке. А сейчас все-таки уступил. Итак, поздравляем Симона Амана с очень красивой победой. Два, чуть меньше двух очков. Грегор Шлиренцауэр уступил, прыгнув довольно далеко. 139,5 метров. И, мне кажется, нас ожидает на ближайших этапах Кубка мира очень любопытное соперничество, дуэль Грегора и Симона. Симон укрепляет свое лидерство, выигрывая третье соревнование из четырех. Но и Грегор Шлиренцауэр показывает убедительную серию, не опускаясь ниже третьего места в проведенных четырех соревновательных сессиях. Конечно же, нас интересует и место Дмитрия Васильева. В итоге он 15-й. Ну, стало быть, сработал неплохие очки. И, может быть, даже поправил свое 12-е текущее положение. В программе соревнований в Праже Лата на третьем этапе Кубка мира еще одно состязание. Ну и оно состоится на следующий день, в воскресенье. Окончательные, уже официальные результаты. Запомним третье место в Вилле Лоринто, который, естественно, укрепляется и на третьем месте в общем зачете Кубка мира. Ну что ж, новый вундеркинд лыжный появился в прыжковой элите. Дмитрию Васильеву, в отличие от олимпийской своей сессии, на этот раз удалась лучше вторая попытка. Ну, тогда, два года назад, видите, он был победителем первой. Ну, над стабильностью, наверное, еще надо поработать Вольгангу Штайрту, главного тренера сборной команды страны. И его помощника. Ну и традиционное завершение нашего репортажа напомнит нам об основных действующих лицах завершившегося тура, раунда. Они не отличались от тех, что были и в Кусом и Финляндии на первом этапе, и в Транхеме в Норвегии на втором. Вольганг Лойцель в итоге занял четвертое место. Йоханн Эвансон из Норвегии стал... Прикрошу извинения. Вилли Лоринто был третьим, Грегор Шлиденсаур вторым и Симон Аман первым. Вот он, его прекрасный прыжок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА